Жители Кирзавода возмущены до предела. Порой им кажется, что чиновники и коммунальщики о них вообще забыли. Промышленная зона рядом с жилыми домами, бесконечные несанкционированные свалки, неприятный запах, отсутствие детского сада и спортивных площадок не позволяют назвать этот район благополучным. Вот у нас здесь проблема то, что здесь мусорку, можно сказать, не убирают. Участ, правда, убрали. А так-то вообще зимой невыносимо. Здесь зимой у нас водоколонка, всё полностью заливает. Здесь пройти невозможно, всё во льду. А в туалет вообще невозможно ходить. В туалет практически, не знаю, стараемся. Вообще детей там не отпустишь вообще, чтобы туалетом зашли, там провалиться можно. До нас, по-моему, дела нет никакого. У нас ЖЭО от нас отказалось. Минимальное внимание к проблемам кирзаводчан возникает, как это принято у нас, лишь к очередным выборам. И этого внимания никак недостаточно для нормального существования человека в современном мире. Плохо у нас тут. Детские площадки плохие. Детям вообще играть негде. Дом обещают сносить, но не знаю, когда снесут вообще. У нас перед выбором начинается такое шевеление. Нет в посёлке и детского сада, хотя власти обещали построить его ещё в 2013 году. 20 малышей ждут этого события с 2011-го. Именно тогда снесли старое здание сада, так и не построив нового. Многие из дошколят уже готовятся идти в первый класс, правда, в домашних условиях. Так, долгожданного места в саду несколько лет не могут дождаться Наталья Шаганова и её дочь Диана. Садик вот снесли в 2011 году. Должны были достроить в 2013 году. Дата окончания, 1 июля написано там. До сих пор не достроили. Только в этом году, январе, начали строить. Я не знаю, когда достроить, но вопрос. Хуже всего то, что в таких неблагоприятных условиях подрастает следующее поколение, которое очень надеется, что власти и коммунальщики всё же обратят на них внимание. Я хочу, чтобы нам построили очень хорошую площадку, чтобы дом был очень красивый, и чтобы поскорее снесли эти дома и построили новенькие дома, чтобы было жить спокойно и хорошо. Я хочу, чтобы убрали помойку, чтобы сделали площадку новую, чтобы в подъезде не рисовали такие всякие гадости, маты. Я хочу, чтобы была площадка нормальная, помойка и дома нормальные. В свою очередь мы также надеемся на то, что у ответственных лиц наконец-то проснётся совесть, и они обратят внимание на проблемы жителей кирзавода. Анастасия Лисова, Василина Стаценко, Александр Хомоганов. Первая альтернативная.